Абдул-Кадр Иса Истина суфизма Поиск наследника пророка Поиск наследника пророка Поиск наследника пророка Поиск намерений обратиться к Аллаху с покорным и смиренным сердцем, взывая к Нему в глубине ночи, при завершении молитв и во время земных поклонов судьидов. «О Аллах, укажи меня на того, кто укажет мне на Тебя. О Аллах, поведи меня к тому, кто поведет меня к Тебе». Второе, обязан усердно искать в своем городе Муршида, не обращая внимания на какие-либо отговоры вроде того, что в наши времена их не бывает и так далее. Если ты не находишь его у себя, спроси о нем в других городах или селах, ведь больной человек отправляется и в другие города в поисках доктора. Существуют условия, необходимые для муршидов. Быть знающим общие обязанности, фарзу-ль-Айн, быть познавшим Аллаха, быть знающим пути очищения души и средства ее воспитания, быть ма'зуном, то есть получившим право наставления от предыдущих муршидов. Что касается первого условия, то муршиду следует знать индивидуальные фарзы, такие как молитва, пост, закат, правовые нормы отношений, торговые нормы отношений, быть постигшим акиду, веру людей сунны, знать, что обязательно, что недопустимо и что допустимо. В общем и в частности. То же самое относительно посланников и других пунктов веры. Второе условие. Важно, чтобы он был пронизанным акидой людей сунны, практически и теоретически, свидетельствуя душой и сердцем, что великий Аллах един во всех его качествах и поступках, и чтобы он был познавшим эпитеты Аллаха. Третье условие. Чтобы он сам был прошедшим очищение души под руководством муршида, познавшим все болезни души и пути избавления от них, и беды каждой ступени этого пути, и методы избавления от этих бед соответственно требованиям каждого человека и состояния. Что касается четвертого условия, то необходимо, чтобы он получил разрешение на воспитание муридов от своего муршида, а тот естественно от своего, и так далее до самого пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Эта цепочка называется эджазой, то есть свидетельством, подтверждающим квалификацию муршида. В наше время мы везде требуем подобное свидетельство от любых специалистов, докторов и так далее. Так же как врачу, не имеющему свидетельства, нельзя открывать свою клинику, и инженеру, не имеющему диплома, нельзя разрабатывать проекты, так и нельзя утверждать Иршад, не получившему согласия от предыдущих мазунов, цепь которых тянется до самого пророка, саллиллаху алейхи саллах. Так же как невозможно, а то и вредно лечиться у незнающего медицину человека, так нельзя получить воспитание и у неполучившего свидетельства. Ибн Сирин, рахимахуллах, сказал, это наука религия, смотрите, у кого берете религию. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, завещал сыну Умара, разы Аллаху ангу, о Ибн Умар, твоя религия, твой долг. Это твоя плоть и кровь. Смотри, у кого ты берешь. Бери религию от праведных, не бери от отклонившихся. Существуют признаки муршидов, свойственные только им. Первый признак. Это когда к тебе приходит чувство настоящей веры и духовного подъема в его присутствии. Что бы он ни говорил, это ради Аллаха. Из его уст выходит только проповедь, только назидание. От его речей и присутствия ощущаешь равную пользу. Следующее. Видеть в его сподвижниках и мюридах признаки веры и искренности, богобоязненности и скромности. Искренняя любовь друг к другу, оказание предпочтения другому перед собой. Таким же образом узнают умелого доктора, наблюдая за результатами его работы, коими являются полное исцеление больных, учитывая при этом, что количество излеченных не единственный критерий, а важнее всего наличие в них искренней богобоязненности и избавленности от душевных пороков. И третий признак. Это присутствие среди его мюридов представителей различных социальных слоев и национальностей. Так как таковыми были сподвижники пророка. Субтитры создавал DimaTorzok